34 гектара живой природы посреди города. Со следующей недели для посетителей вход будет закрыт. Здесь начнут восстанавливать забор и дорожки, причем вместо асфальтовых сделают грунтовыми, чтобы не мешать природным процессам. Ремонт в ботаническом саду будет делаться прежде всего для растений, чтобы сохранить все три с половиной тысячи видов волжской флоры, собранной здесь. Ведь ботанический сад – это зеленый, золотой запас настоящего и будущего. Территория большая, а сажать новые растения в саду некуда. За десятки лет он зарос деревьями-сорняками. Во время ремонта в специально обозначенных участках удалят вездесущие американский клён и карагач. Если мы уберем эти растения, появятся новые участки, на которых можно посадить красивые декоративные растения для пополнения коллекции нашей же. На нижнем пруду укрепят дамбу, чтобы она не сползла в воду, а также обустроят второй вход со стороны улицы Врубеля. Так будет удобнее для тех, кто приезжает в сад на общественном транспорте. Ремонт будет вестись под строгим контролем сотрудников научного отдела ботанического сада, чтобы рабочие не повредили растения и не нарушили хрупкий баланс между флорой и фауной. Даже безобидное, на первый взгляд, подкармливание уток на пруду приводит к тому, что птицы вместе с угощением склёвывают и кувшинки. Ботанический сад – одно из любимых мест прогулок для самарцев. Здесь каждый уголок так и просится на полотно или на телефон. Очень много красивых растений, необычных, и вот всё как-то это нравится очень. Хотелось бы, конечно, чтобы это было более доступно, чтобы можно было в выходные с детьми прийти погулять, подышать, походить, посмотреть. Для посетителей сад будет закрыт до зимы. Во время ремонта в оранжерее и научном отделе продолжится работа по уходу за новыми растениями, чтобы умножить зелёную волжскую коллекцию. Олеся Корецкая, Артём Сулайманов, События.